Я сегодня немного почувствовала себя супергероем в самой большой аэродинамической трубе Москвы. Это наш корреспондент Супермен, человек-строжук, делится своими впечатлениями от полета. Смотрим, как это было, девчонки. Перед вами американский бейсджампер Эрик Ронер. Он любит рисковать. Сейчас он рискнул использовать вместо парашюта садовый зонт. Продержаться в воздухе ему удается около 20 секунд. Да вот зонтик жалко. Ничего, купишь нам новый. Да, девушки, именно вот так, отпуская все страхи, свои будни проводят люди, от действий которых в жилах реально застывает кровь. Впрочем, Эрик, конечно, не безмозглый идиот, чтобы рисковать своей жизнью. Дома его ждут супруга и маленький сын. Поэтому он тщательно готовится к своим прыжкам. И совершает их не в самых популярных среди прыгунов местах. Это Швейцария, друзья. Свежий воздух и красотища нереальная. Порой кажется, что совершая головокружительные прыжки, Эрик Ронер забывает о законах физики, да и просто о банальном страхе. Пора отправиться вниз, в долину. Не боится ни высоты, ни скорости, ни смерти австрийский спортсмен-экстремал Феликс Баумгартнер. На аэростате он поднимается в стратосферу на высоту в 39 километров. Необходимая высота набрана. Феликс может прыгать. 4 минуты и 20 секунд небесный ныряльщик проводит в состоянии свободного падения, не раскрывая парашюта, и при этом развивает невероятную скорость. Сейчас он летит со скоростью на 1357 километров в час. Феликс становится первым парашютистом, преодолевшим скорость звука. Когда я стал выбираться из капсулы, то буквально на пару секунд смог задержаться и полюбоваться нашей планетой из космоса. Поверьте, от этого действительно захватывает дух. Но особо наслаждаться видами было некогда. С момента отсоединения от системы жизнеобеспечения капсулы кислорода в баллонах у меня было ровно на 10 минут. Поражают всех и другие трюкачи. Например, летчик из далекой Швейцарии и Фросси. Да, он летит на собственноручно собранном летательном аппарате, который представляет собой пару крыльев с реактивными двигателями. Для того, чтобы совершить полет, реактивный человек, как часто называют Ива Росси, на огромной высоте выпрыгивает из вертолета. Не боится высоты канатоходец Ник Валенда. Спортсмен без страховки проходит по тонкому металлическому тросу, натянутому на высоте 457 метров над рекой, которая протекает по дну Гранд Каньона. Это нечто. Мотивы у всех суперменов разные. В основном, чтобы получить очередную дозу адреналина или доказать, что ты круче остальных, оставшихся внизу. Мы решаем выяснить, так ли страшно парить в облаках, и действительно, неужели эти парни реальные супергерои? Некоторые считают, что у них отсутствует генстраха, но так или иначе все восхищаются их подвигами. Свой подвиг для вас, девчонки, хочу совершить и я. И сейчас меня ждет полет в аэротрубе. Поехали! Ребята, это очень весело. Хотя, может быть, это подвигом и не назовешь, но это надо попробовать. Чувство нереальное. Я не понимаю, я теперь на земле, а был в воздухе. А-а-а, мамочки! Вся жизнь – это баланс на твердом. Да, и здесь баланс на потоке луны. А вот здесь, девчонки, можно реально принести пользу. Надо только встать и помыть посуду. А иногда это даже сложнее, чем прыгать с парашютом. Владимир Строжук, Влад Шумахер. Программа «В теме». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...